Для меня это так важно, это как кислород. Вот твои уроки – это для меня как кислород просто. Сейчас мы подходим к концу третьей ступени, и я бы хотела вас попросить, чтобы вы проговорили отзыв, что вам понравилось, что вам дало, какие осознания вы получили за эти три ступени. Чинге, может быть, хочешь немножко конкретнее рассказать, что ты за эти три ступени уже получила для себя? В общем, могу сказать, что я очень молодой, чем хочет. На мне это уже работает наглядно, то, что у меня произошли очень большие изменения в осознании, в восприятии. Хотя человек всегда думает, да я уже крутая, да я такая, такая стекая, в общем, у меня это уже работает, это уже у меня есть. Это не тут-то было, оказывается. У меня почва под ногами стала твёрже. Почему я чувствую это? Почему? Потому что у меня идёт, у меня стали работать чакры, нижние чакры. Я где-то там, вот там летала, да, между небом и землёй. А вот и про эти чакры нижние, хотя я сама, ну, какая у меня, да, это чем я занимаюсь, да вроде бы они должны быть, но их не было. И вот это вот я хочу сказать, что я поняла, что это вообще всё очень просто. Вот всё просто, вот у меня идёт слово просто. Вот просто живи, нужно жить просто. Не нужно вот этих прибамбас себе, там не нужно фантазировать ничего. Поэтому вот такой вот у меня вот цифр. Я очень люблю. Да, вот это всё, что просто, это всё правдиво. А всё, что сложно, это уже ложно. То есть многие, даже мастера, они начинают вот это всё усложнять, что-то там вот такое выдумывать, ещё что-то. И это уже, возможно, от какого-то страха, что кто-то будет круче тебя или ещё что-то. А я хочу вам дать вот это максимально понятно, чтобы вы вот эту почву получили семена и выросли уже в соответствии с вашими возможными, с вашими талантами, с вашими дарами. И по тебе, Чемге, я вижу, что да, вот ты вот свой сильный дух теперь заземлила. И вот я чувствую глубину. Ты стала спокойнее, весомее. И твоя речь отстала, получила вес. Если вначале у тебя вот это, что ты говоришь, раскрылась твоя чакра, наконец-то, пятая, я вообще счастлива за тебя. И это чувствуется. Если вначале это было вот это вот. Хотя ты говорила очень мудрые, важные, нужные вещи. Но сама энергетика была ещё недостатка, другая. А сейчас вот этот вес. Тебя хочется слушать, тебя понимаешь, тебя чувствуешь. Вот эта весомость, значимость и ценность тебя. Ценность того, чего ты даёшь. Ценность того, что ты можешь. И вот эта новая глубина. И я уверена, что дальше это получится, уже пойдёт в ширину. То есть ты сейчас заземлилась, ты углубилась. И следующий шаг будет расширение. Спасибо. Спасибо, это именно то, о чём я тоже подумала. Спасибо. Спасибо тебе, что я могу быть свидетелем вот этой трансформации. Для меня это очень ценно. Твоя школа – это такая грандиозная и мощная работа. Я даже не знаю, как вы... Я сейчас, у меня и будет даже никаких фразей, не будет. Просто это... Я молодец. Благодаря тебе. Твоей школы. А я молодец благодаря вам, вашей работе. Благодаря того, что вы открыты, что вы слушаете и пытаетесь вот эти мои советы внедрить в свою жизнь. Только так получается у вас рост. И только так ваши результаты, они говорят мне тогда, окей, я делаю всё правильно, я хороший мастер, да? Если бы вы ничего не делали, то, соответственно, и результатов не было, и, соответственно, школа была бы так себе. Поэтому мы вот прям... Это и есть энергообмен. Это вот это даёшь, берёшь, это перетекаешь. Но не где кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, а где все выигрывают. Вот это мне очень важно. Олечка. Да. Кто ты вот... Как ты видишь вот это три ступени, свой путь? Что ты видишь? Какие изменения? У меня как... Мы с тобой познакомились, наверное, абсолютно случайно, через Танечку. Вот. И... Ну, то есть у меня такая вот каша, да? Вот как раз-таки... Я услышала об этом, когда вот у меня год назад вот это всё был прям кризис, на кризисе прям всё рухнуло. Вот. И у меня было просто такое состояние, что я не знала, что мне решать сначала, да? Вот. И я понимала, что тут не... Вот, наверное, не сами причины вот этих кризисов, да? А вот что-то я делаю не так. Вот. И тогда я обратилась к своей знакомой по йоге. Она мне составила вот эту карту по астрологии ведической. Ну, для меня там было очень много непонятного, потому что вот как Ляя, ты не понимаешь там Кету, Раху. И она разговаривала на непонятном мне языке. То есть какие-то основные... Вот сейчас вот через прохождение матрицы я очень чётко понимаю, в чём причины, да? Потому что все причины в нас, не как кризис и всё, что с нами случается, это мы сами, да, транслируем. Вот. И вот через твою матрицу я понимаю конкретику, что конкретно не так и что конкретно делать. Понимаешь? Вот у меня вот это вот прям осознанное понимание причины или над чем работать через тебя. Да, Олечка, вот это так важно, потому что ты видела только следствие. И как ты сказала, уже там всё плохо, там, 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 там. И за что вообще браться? Ты сейчас докопалась до этой причины. Ты уже видишь её, ты уже замечаешь её. И ты уже начинаешь с ней работать. И когда ты вот это всё проработаешь, все сферы начнут автоматически сами по себе улучшаться. И вот это самое главное. То есть ты сейчас за эти три ступени вот в этот корень нашла, корень всех вот этих следствий. И сейчас мы его удобрим, исцелим, и оттуда уже пойдут новые ростки совсем другого качества, и жизнь поменяется автоматически. Я вижу, какую работу ты уже проделала. Я вижу тот путь, который ты проделала. И я благодарю, что ты уже сколько месяцев вместе со мной, доверяешь мне, и вот идёшь. Я очень горжусь с тобой, потому что ты прям сейчас не по-детски. Мы тут прорабатываем вот это самое больное для тебя. Но ты смелая, ты смотришь вот это свои боли в глаза, ты идёшь и делаешь. Это то, что вот мы сейчас говорили, что ты из тех людей, которые делаешь. А значит, успех не заставит тебя ждать. Ну, я хочу сказать, наверное, если бы всё-таки очередной раз, если не делать домашнее задание, то можно вообще мало чего получить. Это к тому, что спасибо за домашнее задание. И благодаря этому я ещё себе осознание вчера как поднасыпала. Ну, матрица там сама себе думала, а что я всех да всех, а я-то где, собственно, да? Я давай себя сама посмотрела. Вот. В общем, интересно, что. Во-первых, было очень интересно вот эта рефлексия. Я начала, ну, не случайно, а так чуть-чуть задумываться, что когда произошло в моей жизни. Очень важно, что я наконец-то, Господи, спасибо огромное, я осознала, почему я попала в очень такую тяжёлую для себя ситуацию. Потом я, конечно же, поняла, что там тоже очень всё логично, когда, конечно, забеременела. То есть получается, что там это про духовное пробуждение это ровно сто процентов, потому что если бы не было ребёнка, то я бы, наверное, так глубоко бы не копнула никогда. Вот что хотела сказать из важного за всю матрицу. Но слава Богу, что я здесь до сих пор, что я нигде не выпала, не повелась на свои доводы ума, что, значит, да ладно, всё, уже как бы там пособрали. Я люблю пыльцу подсобрать и куда-то дальше побежать. Слава Богу, этого не сделала. Всем вам за это огромное спасибо, потому что как-то вот, ну, ты же не только идёшь на преподавателя, ты идёшь и на людей, которые, да, в этом кругу находятся. Вот поэтому это очень здорово. Всё сложилось, и я поняла, что я теперь, это тоже для меня огромный какой-то прям, ну, выход куда-то в новую вселенную. В общем, я раньше занималась вот этими практиками, ну, раньше больше просто наговаривать воду, там, чтобы когда её с утра пьёшь, да, чтобы она была там полной любви, энергии, здоровья. Там, значит, холодным душем тоже, значит, все благости, любви, энергии, себе здоровья, красоты. Всё это я делала. Но только, Танечка, вот только сейчас я вышла в состоянии, в котором смотрю на свои ножки. У меня ножки такие, теперь я могу сказать, что очень прикольные. Они такие длиннющие, я их ластами называла. И у меня у них пальчики очень кривые. Сейчас смотрю на те ножки с кривыми пальчиками, которые я думаю, ну, господи, всю жизнь думала, ну, что за пигня, ну, как так, ну, почему мне дали вот это вот? Сейчас я сижу и их обожаю. Я сижу и жду, когда ко мне придёт ванночка для педикюра, я буду их любить, я посижу, массирую. Вот это, какие прекрасные у нас ножички. Конечно, вообще, у меня были такие загоны, что чуть ли не операцию себе сделать, чтобы ноги вырыли. Ну, вот такая ерунда была. Она где-то сидела, не то, чтобы я бы это делала, да? Но сейчас так, о, и тут хорошо. О, сори, как ты прекрасно чешешься. Я сижу и люблю всё, что со мной происходит. Это, конечно, ну, у меня сестра как-то говорила, что я не такая была, думаю, господи, что за дурка, думаю, Таня, ну, как бы, соберись. Сейчас такая сама сижу, всё люблю, всё, все принимают, такая, ой, какая прелесть. Всё, что произошло, я поняла, что все ответы в себе, не надо внутри. И любовь в себе, и счастье в себе, вот это то, что ты говоришь, и любишь вот эти свои ноги, такие, какие они есть. Это есть, нас никто не может извне осчастливить. Это мы должны взрастить в себе и полюбить себя такими, какими есть. Где-то кривеньки, где-то там лопухеньки. Без разницы. Мы только такие есть у себя. Это же прекрасно, что мы такие кривеньки. Вот были бы мы все одинаковые, это же вообще какая скукота невероятная была бы. И я ещё поняла, что, да, хорошо, конечно, у меня есть вот это качество, очень на доверии входить в какие-то процессы. То есть меня за это любят многие там, ну, коучи там, не знаю, то есть люди сильные. Потому что так, о, что, туда идём, а теперь сюда идём. Ну, я такая гибкая в этом вопросе. Вот, но в какой-то момент, вот я тоже поняла сейчас, что, блин, Ксюша, не надо так сильно выходить из себя. Вы про это говорили тоже по поводу, вот когда происходит какая-то сильная практика, что есть наблюдатель. А у меня он куда-то вообще до свидания. То есть я прям вхожу и, то есть не понимаю, что я не контролирую процесс. И это вот я сейчас буду учиться и это тоже делать. Ну, это, кстати, приходит потом автоматически за счёт работы с родом. Там вообще какие-то мэджик происходят. Вот, и ты тогда понимаешь, что всё, ты тут центр. Да, другие тебя могут учить. Да, ты можешь наливать расширять для информации, но ты тут главный как бы персонаж, а не все остальные. И поэтому я вот когда всё переваривала, все эти, ну, что вообще происходило, как происходило, я поняла, что тут есть я, моё мнение, ах, какое важное, не потому, что у меня там матрица какая-то, ещё что-то. То есть если я, мои мнения и какие-то мои видения, они исходят из точки любви и уважения к другим людям, то всё отлично. Всё, что ко мне приходит, всё прекрасно. Вот, и ты когда смотришь, такой, кто, да по-другому, никто тебя не видит, кроме, ну, самого себя. И ты такой, так вот оно почему. А, так вот поэтому хорошо. И ты каждый раз чекаешь себя на как это, как реалити-чек. Ты такой, я это делаю ещё для чего? Ну, то есть ты... В общем, надо себя саму понять, не надо тогда будет бегать, слушать кого-то, там, расскажите мне, там, погадайте мне на ручке. Вот это всё вообще лишняя история какая-то. Вот, поэтому я очень благодарна, я могу много говорить. Я очень сейчас пока кайф... Ну, пока буду долго продолжать ещё кайфовать от вот этих вот свечек каждый день ставить. Это очень классная какая-то тема. Оно как-то по-другому всё играет. Ну, просто эта уверенность, вот эта вот уверенность, она настолько важна. То есть ты... Это не про то, что ты обалденно крутой мастер чего-либо. Нет, ты просто уверенно, спокойно держишься своего. И не хочется так много бежать, болтать, ещё что-то. Вот я сижу теперь как-то, допустим, пишу какие-то вещи человеку. И вот раньше я бы... Меня бы трясло, что мне ответить, что мне ответить, что мне ответить. Но это касается рабочих, ну, всех вообще там переписок или там запросов. Теперь я сижу такая... Ну, у меня же есть кому решать. Я попрошу вот Бога, я попрошу там вот Рота. Я попрошу высшие силы и подожду. То есть я больше не делаю этих лишних вот этих вот постоянно... Просто, ну, вот, подождём. Но если очень надо, вот я ещё раз позвоню, конечно. Но это не будет состояние, что давайте, быстро. Не-не-не, всё. Мне... Я уже больше... Это Амар Хаям сказал, да? Кто понял жизнь, тот больше не торопится. Огромная-огромная страхида. Я думаю, что правильным путём идём. Товарищи, прекрасные женщины. Вот, всем, конечно, рекомендую делать про вот эти вот с родом, скажем, практики. И всё, вот, всё хорошо. Всё отлично. Даже не хочется ничего добавлять. Мне кажется, всё сказано. Ты успокоилась. Вот этот твой ум жужжащий успокоился. Это и есть вот это вот... А зачем? Мы часто дёргаемся вообще по ненужным вещам. Даже не по нашим. Кому-то там что-то. Зачем? Здорово, что ты вот эту связь уловила с родом, с высшими силами. Они всегда готовы помочь. Ну, скажи, подожди, дай время, доверься. И оно всё начинает вдруг само по себе решаться.